Итак, приветствую вас на канале Юлия Суккулентошна. И сейчас такой небольшой будет ответ про улиточек. Так, есть вот у меня такие улитки неретины. Они, в общем-то, полезные. Они хорошо очищают листики, коряги, стекла. Но эти засранки оставляют. Ой, как бы, блин, как сейчас неудачно все пошло. В общем, сейчас я найду. А, вот. Вот. Но эти заразы оставляют яйца свои белые. Вот эти. Вот они нифига не счищаются. Но также улиток из них не будет. Потому что у неретин улитки проходят какую-то там личиночную стадию в соленой воде. То есть в пресноводном аквариуме их не будет. Ну, детенышей, так сказать. Вот еще тоже от неретин икра. Да. Вот. В целом мне это не особо мешает, эти самые яички, скажем так, неретинок. Потому что они, кстати говоря, везде. Ну, иногда, конечно, глаза бывают мозолит. Но так в целом нормально. Ампулярии у меня были взрослые. Где-то она здесь была. Я ее потеряла. Но у меня они все-таки не прижились вот в этом аквариуме. Потому что здесь вода очень мягкая. И, в общем-то, осталась одна ампулярия. А вон она там ползет. И вот эта вот улиточка, оранжевый кролик. Она одна, поэтому деток у нее нет. Вредоносные улитки, типа, как их там, физы, катушки. Вот это вот все. Они у меня здесь были. Занесла я их сюда абсолютно случайно. Но после того, как я задолбалась их собирать, о неудачных попытках, скажем так, использования ловушек для улиток. Потому что вот эти вот радужницы и тетры конга абсолютно дикие, сумасшедшие рыбы. То есть они чувствуют еду в этой ловушке. И ловушка, хоть ее камнем прижимая, она все равно летает по всему аквариуму. И, в общем-то, какой я нашла выход. На вот этот вот весь аквариум я посадила одного тетрадона карликового. Он маленький такой, он меньше, чем пцилия, которая попадала в кадр. Вот это самое. И вот этот самый тетрадончик за считанные, наверное, недели, ну, максимум, может быть, полтора-два месяца, он вычистил весь аквариум абсолютно. То есть нет никаких физ, никаких катушек. Может быть, там изредка что-то где-то, какая-нибудь одинокая, отчаянная катушка и вылезет. Но так, в целом, их уже нет. То есть я сюда даже специально подсыпала, скажем так, улиток. Просто чтобы был, скажем так, прикорм вот этому самому тетрадону. Потому что выловить я его отсюда уже никак не могу. Сейчас, может быть, получится его где-нибудь запечатлеть. Кстати говоря, вот где рыба, я тетрадона снимаю. Вот этот красавчик. Он ныкается постоянно в зарослях, коих очень много в этом аквариуме. Он, на самом деле, дико жирный, если сравнивать с его братиками из видового аквариума. Да что такое, блин. Они, наверное, думают, что я им еду сейчас дам. Но я их уже кормила. В общем, вон он. Я его назвала жирным, он обиделся и уплыл. Вот. То есть всех улиток он истребил. Улиток тетрадоны истребляют вообще беспощадно. Выгрызают их из раковин. И таким образом они, собственно говоря, не восполняются. Скажем так, их популяции, и они исчезают из аквариума. Конечно, не всегда это будет актуально. Этот самый тетрадон. Есть всякая химия аквариумная, но я стараюсь ее не использовать против улиток. К тому же у меня здесь и так есть другие, скажем так, улитки. Ну, та же самая оранжевый кролик. Вот. На такой аквариум я уже, как говорила, один тетрадон. Его хватило. Специально я его мотылем не кормлю. Если я остальных тетрадонов кормлю мотылем, то этого нет, потому что ему ничего не достанется. Он, пацаненок, не очень быстрый. И вот эти радужницы, те же самые тетры конго, гурами, они намного более быстрые. И всю еду, то есть весь мотыль, который может попасть сюда, они съедят. Ему ничего не достанется. У меня в этом аквариуме еще бустуют креветки, вишни. То есть я их сюда подсаживаю. Подсадила, точнее говоря, один раз. И они вот за счет того, что очень много растительности, они здесь выживают совершенно спокойно. То есть уже не одно поколение улиток у меня. Ой, тьфу-то улиток. Креветок. И они, собственно говоря, становятся кормом для тетрадонов. Вот. В общем-то, больше никаких проблем с улитками.